Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Муж категорически не принимает то, что я не хочу контактировать с его матерью. Понимаете, вот вся сложность такого формулирования, если хотите, вот такой проблемой, вот, заключается в том, что вы говорите о чем-то, что свершилось. То есть, ну, то есть, вы говорите о том, что уже произошло. При этом, вы, к сожалению, не говорите о том, как это произошло. То есть, как вы к этому пришли. Вот, об этом вы еще бы не говорите. Вы не говорите о том, как вы, ну, вот, в целом, да, этот момент обсуждали, да, говорили. Как вы к нему относились, вот, и я думаю, что не сразу, ведь ваш муж начал не принимать. Я думаю, что у него есть какая-то своя позиция по этому вопросу. Она у него была, он ее как-то демонстрировал, да. И то, как он вам эту позицию демонстрировал, изначально, например, и то, как он вам ее демонстрирует сейчас, например, прямо зависит от того, как вы демонстрируете ему свою позицию. Поэтому нужно увидеть всю динамику развития того, что он не принимает, от и до. Ну, вот, следующий момент. Может ли человек не принимать, не принимать что-то? Да, может, может, что-то не принимает. Ему, может быть, тяжело принять, ну, то или иное. Ну, вас, да, вот, в вашем выборе, в ваших решениях, вот. А что-то может его, как-то, ну, задевать, да, в общем, вот. А что-то может ему быть, ну, неприятно, вот. И очень важно, как вы к этому относитесь, понимаете? То есть, знаете ли вы, что именно, ну, что именно вашему, ну, вашему мужу неприятно? Какая, условно говоря, потребность у него страдает в данной ситуации? В ситуации, когда вот вы, там, отказываетесь, да, общаться с его, допустим, мамой. Ну, вот, и можно ли эту потребность как-то реализовать по-другому? То есть, рассматривает ли, рассматривает ли мужчина какую-то альтернативу, и рассматривает ли вы какую-то альтернативу для себя? Дальше. Для него важно, чтобы семья была целостной, все друг с другом общались, поддерживали, отмечали вместе праздники, имели праздницы. Опять же, это может быть важно для человека, и об этом можно и нужно говорить. Но, если здесь альтернатива, понимает ли он и понимаете ли вы, чем это для него так важно? Ну, например, я могу предположить, что здесь речь идет о безопасности и о чувстве комфорта и уюта. Нормально ли этого хотеть? Да. Обязательно ли таким способом? Нет. Совершенно очевидно, что данный способ здесь не работает. Это одна из его важнейших ценностей, поддерживать теплые отношения с родственниками, и чтобы его жена, я в семью, так сказать, вошла. Но, и снова, не совсем понятен вот этот момент, где вы говорите про его важнейшую ценность. Ну, хорошо, это его важнейшая ценность. Ну, наверное, подозреваю, подозреваю, что знали. И вопрос здесь заключается в том, что, если вы знали, как вы к этому, в общем-то, относились, как вы к этому, в общем-то, относитесь. Изменилось ли что-то в том, как вам это видится или нет? Очень, на мой взгляд, важно проследить те изменения, ваши, которые имеют место быть, к этой его ценности. Потому что, ну, для меня, совершенно очевидно, что изменения, ваши изменения, я имею в виду, есть. Но, пока что, на мой взгляд, непонятно, что это за изменения, и что они из себя представляют. Пока что мы не знаем, что изменилось в вас, что вы, к примеру, к этой ситуации, например, стали относиться по-другому. Что-то изменилось, а что, непонятно. Ну, вот, хотелось бы как-то, конечно, увидеть, и хотелось бы как-то, как-то, конечно, посмотреть на это. А, собственно, что изменилось-то. Может быть, вы стали, может быть, для вас эта ценность, как-то, ну, как-то, утратила, да, свою, свою актуальность. Вот, может быть, вы как-то разочаровались в ней. Вот, вот. А, собственно, какие ценности ваши? У вас есть ваши ценности относительно семьи? Как так получилось, да, что, например, если у вас ценности другие, то вы сошлись? На что вы рассчитываете? На что вы рассчитываете? Когда эта проблема, вот, ну, та проблема, которую вы описываете, вот, что называется, стала актуальной. Вот, то есть, ну, когда, когда она проявилась, дала себе знать и так далее. Можете ли вы ответить на этот вопрос? Можете ли вы сказать об этом? Потому что, опять же, повторюсь, что вы сейчас об этом говорите, вот, как о чем-то свершившемся уже. А проблема имеет свою сторону. Дальше. Я особняком держусь, мне неприятно с ней общаться. Ощущая от нее невербальный негатив в свою сторону, а иногда и вербальный. Ну, естественно, что здесь как бы имеется связь между тем, чего хочет ваш муж, да, и тем, как ведет себя его мать. Возможно, ваш муж хочет того, что он хочет, именно потому что так ведет себя мать. Она, она вот такая, да, значит, как мы понимаем, авторитарная, может быть, подавляющая, да. И именно поэтому ваш муж испытывает потребность к тому, чтобы чувствовать вот эту вот какую-то обрядную связь. Ну, вот. Причем, желательно, чтобы эта обратная связь была, знаете, такой, ну, чрезмерной, да. То есть, чтобы эта обратная связь прям вот была сильной. Вот. Вы говорите о том, что вы ощущаете негатив невербальный в ее сторону, это ваша проекция. Невербальный негатив еще очень важно понять, что вы понимаете под вербальным негативом. Но ключевой момент в том, что вы уже как-то на это реагируете. И поэтому нужно увидеть в первую очередь, как именно вы на это реагируете. Окей, вы можете не хотеть общаться с кем угодно, и это полное ваше право. Но если вам неприятно общаться, то извините, тут дело не в человеке, тут дело в вас. Вас это как-то задевает. Нужно увидеть как. И, соответственно, с этим поработать. Это высаживает из меня всю энергию, после ее прихода к нам в дом я будто разбита, раздражена, ведь только усилен волей, и я заставляю себя ей улыбаться. Каким образом она высаживает из вас энергию? Что и в чем вы сдерживаетесь? На все тратят ее свою энергию. Откуда такое серьезное отношение, скорее всего, к пожилому человеку? Вопрос. Каким образом получается так, что вы по сути позиционируете себя как равного к пожилому человеку? Поэтому по максимуму стараюсь общение избегаться. В гости на праздник муж ходит к родственникам один с дочерью, его дочь живет с нами. Простите. В гости на празднике муж ходит к родственникам один с дочерью, его дочь живет с нами. Это не ваша дочь? С мужем. Это дочь от его предыдущего брака. А знаете ли вы из-за чего этот брак расстался? Дальше. Так. Муж признает, что такое поведение с ее стороны имеет место быть, но она настаивает на том, чтобы мы как-то мирились. это предельно абстрактное пожелание. Нужно больше конкретики. Вот. Если вы миритесь, то кто что делает? По мнению мужа, вот вы говорите, вы помиритесь. Ну, если вы как-то мирились. Хорошо. Кто что делает? Какие мои действия? Какие действия свекрови? Проговорили претензии, поработали с психологом, пошли на сближение, а я не хочу этого. Чего этого? Вближение? Вближение с кем? С мужем или со свекровью? Все мое нутро против, мне абсолютно не интересно общаться с этим человеком, для меня это пустая пара времени. Опять же, то, что ваше нутро против и то, что вам не интересно общаться с этим человеком, разные вещи. Нутро против протестуясь против чего-то, что несет ему угрозу, по аналогии с вредной пищей. А то, что вам не интересно общаться с человеком, это довольно частое явление, но отсутствие интереса общаться с человеком не является препятствием для того, чтобы с ним общаться. Поэтому давайте вот мешать всего одну кучу не будем. Более того, я никогда не заставляю его общаться с моей матерью, это ваше право. Это здесь абсолютно ни при чем, потому что у вашего мужа вот такие ценности. Это моя мама и по моему видению он не обязан. Да, по вашему видению он не обязан, а по его видению вы обязаны. Это разница в ценностях. Я не настраиваю его против свекрови, если он идет в гости, я всегда рада, хоть на три дня кроссовик на даче, но сама не могу, не хочу и не езжу. Как быть большие ссоры и споры по этому поводу с мужем? Не очень понимаю, если вы говорите, что вы ходили к психологу, пошли на сближение, откуда споры и ссоры? Разве споры и ссоры не доказывают то, что дело не просто у вас интересует? Поймите, пожалуйста, анонимность, что со свекровью связана ваша личная проблема, ваша личная болезненность, боль какая-то. Именно она создается в этой ситуации. Дело не просто в отсутствии интереса. Видите ли, если негатив вас не задевает, или если вы можете легко и свободно выражать свою реакцию на этот негатив, пускай немножко позже, и как бы освобождаться таким образом от него, а такие способы, в принципе, есть не проблема, а общаться с человеком, если это бы хочет ваш муж, если для него это настолько важно. Другое дело, считает ли муж, что ему это важно, проблемой психологической? Если нет, и вы его любите, нужно думать, как ему это да. Ну, либо в таком случае расходиться, потому что вы не подходите друг другу по одному из ключевых моментов. Еще очень важный момент, какое место занимает семья в вашей и мужа иерархии, потому что мне показалось, что муж чрезмерно центрируется на семье, тогда как семья есть, в общем-то, социальное образование, довольно трудно фиксируемое с точки зрения одного конкретного субъекта. Поэтому, если семья занимает большое место, например, в жизни мужа, возникает вопрос, а взаимодействует ли он с другими итерациями человека, с другими его проявлениями, с другими социальными ролями и так далее. Вот насколько полными можно назвать ваши отношения с мужем, взаимодействовать или вы с ним как-то иначе, кроме, ну, нежели чем муж и жена. Дальше вы спрашиваете, как быть, как быть, что бы что. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь.